Валерий, спасибо, что пригласили к себе. Всегда, пожалуйста. Первый вопрос у меня такой. Что такое пироутеплитель от компании Дёркина? В нашей системе под кровельной изоляции уже примерно 7-8 лет есть системное решение с плитами из полиуретана, крупноформатные, кашированные различными покрытиями. Кашированные? Кашированные – это имеется в виду не сама плита, а верхний слой из диффузионной мембраны. Вы производите пленки, а пироутеплители вы берете? Конечно. Полиуретан для нас производит один из самых известных немецких производителей. Разумеется, мы сами это не делаем. Получается, смотрите, пироутеплители – это только надстропильное утепление, крыша. На мой взгляд и на взгляд действительно специалистов, в европейских странах. Использование между стропил опоры либо пиро просто бессмысленно теряется все его преимущества. Ну а такие есть люди, которые устанавливают? Самоделкиных много. В Германии тоже? Нет, в Германии нет. Потому что я ни разу не видел и не слышал от наших коллег о том, что кто-то между стропил устанавливает эти плиты. Потому что ему невозможно добиться плотного стыка плиты, невозможно очень точно подрезать. То есть где-то нужно подпенивать. Есть такие специалисты, которые говорят о том, что экструдированный пенополистирол можно устанавливать между стропилой, запенивать, и все будет прекрасно. Да, в общем-то можно сделать все, что угодно. Вопрос, зачем это нужно, какими силами это делается и в течение какого времени. А главный вопрос, который снимет все остальные сомнения, как долго это будет работать, насколько надежно. Применение крупноформатных плит из полиуретана или пира это профессиональное решение, которое гарантирует при условии правильной реализации, разумеется, гарантирует полную надежность. То есть получается это надстропильное утепление? В 100% в нормальных странах это надстропильное применение. В некоторых случаях по конструктивным соображениям это может быть под стропилами, но в этом случае утепление под стропилом, например, когда металлические конструкции сделаны. Но в этом случае, конечно, не нужно использовать каширные диффузионные пленки, можно использовать любой экструдированный материал. А крыши, на которых применяется этот материал, они какие? Простые, сложные? Есть какие-то ограничения по конфигурации? Конечно, есть. Наверное, процентов 95% это односкатные, двускатные крыши, шатровые, вальмовые, то есть с минимальным количеством разнообразий форм. Потому что любой нестандартный стык, а это хребты, яндовы, примыкания, мансардные окна, это потенциально слабое место. Оно, конечно, решается разными способами, но основные функциональные преимущества этого материала ослабевают на крышах сложной формы. То есть получается в идеале, грубо использовать на двухскатную крышу, где есть минимальное количество проходных каких-то элементов. Да, работа выполняется очень быстро, профессиональными кровельщиками, потому что у них есть для этого все инструменты, все необходимое оборудование, потому что здесь не только инструменты, но должно быть еще подъемное оборудование, поскольку плиты крупноформатные, там 220, 240, 250 по ширине. А такой размер плит, он обусловлен тем, чтобы... В России такой же размер плит делают или меньше? Я глубоко не изучал, но я думаю, что разумно было бы делать, конечно, крупноформатный, потому что главное правило... Получается, крупноформатный, это какой размер еще раз? 220, 250 по ширине. Такая большая плита, да? Да, по высоте это где-то метр, может быть. Больше пяти квадратных метров, да? Да. Главное, чтобы эта плита опиралась на три стропильные ноги. На три стропильные, это главное условие? Да, три-четыре стропильные ноги. А если две? Ну, если две, шаг стропил огромный, здесь уже нужно смотреть на несущую способность материала. То есть нужно будет расчет делать? Конечно, но в любом случае применение такой системы требует расчета, исходя из нагрузок, которые действуют на крышу. А это снеговая нагрузка, ветровая обязательно, причем на пологих крышах ветровая нагрузка намного выше, чем на крышах с большим уклом наклона. Это вес откровенного покрытия и эксплуатационная нагрузка, то есть вес кровельщика, трубочиста, который должен вылезти и обработать трубу, например, дымоход. Получается, что крепление конструкционными саморезами должно быть очень расчетным. Да, это очень строго, потому что крепление относится уже к вопросам безопасности здания и людей. И в Германии, Шельцваре, Австрия, Италия, крайне жесткие системы по расчету, учитывающиеся все факторы. Я понял. Но я видел калькуляторы у некоторых компаний, которые производят конструкционные саморезы. У них калькуляторы есть, которые делают расчет ферм, тому слову, на то, как себя поведет тот или иной крепеж. Такой вопрос по поводу сплошной обрешетки. Это обязательно делать? Сплошное основание. Сплошное основание. Сплошной настил. Есть две типовые схемы монтажа. Если это новое строительство, и стропильные ноги будут оставлены в интерьере мансарды, наиболее привлекательный вид, который действительно, я сам мечтал такую сделать, но, к сожалению, пришлось реализовать обычную систему. Так вот, конечно, по стропильным ногам, которые выполняют несущую функцию, монтируется чистовая подшивка, которая выполняет функцию. Смотрите, я понимаю, что смысл этого пероутепления именно в основном. Человек, который хочет сделать, чтобы стропила были открытыми. Я думаю, несколько иначе. Мне кажется, что основной посыл для применения пиро-пуро это создание очень эффективной оболочки. Потому что оставить стропилы в интерьере можно и с минеральной ватой. Но с минеральной ватой сделать такое качественное утепление вряд ли получится. Но, безусловно, ваше предположение имеет право на жизнь. То есть, вот эта обрешетка, она имеет чисто декоративную? Нет. То есть, можно делать и... Как правило, это делается обшивкой уже чистовой доской. И поверх нее монтируется воздухоизоляция. Формально это называется воздухо- и пароизоляция. Но в случае с пиро-пуром, который сам является паронепроницаемым в целом материалом, главная задача этого слоя именно обеспечения защиты от конвективного воздухообмена. Просто от движения воздуха. Поэтому называется воздухоизоляция. Люфт. Люфт-дам-шперы. Или айртайт. Но поскольку кровельщики будут ходить, работать, выполнять манипуляции с обрешеткой, с инструментом, с крепежом поверх этой пленки, эта пленка должна быть специальной. То есть, нельзя взять и уложить на это сплошное основание любую пленку. Она должна быть не скользкой, разумеется. Она должна быть очень прочной, механической. Она должна быть стойкой к продавливанию, протиранию ногами. Потому что кровельщики будут крутиться, и сломенькая пленочка потеряет свое действие. Это, смотрите, получается, что есть некоторые блогеры, которые говорят о том, что если вы используете пиро-утеплитель, то тряпки не нужны. То есть, тряпки, по сути, мы разобрались в том, что сверху на него наносится все равно какой-то материал. Как правило. Как правило. Желательно. Опять же, это исходя из условий строительства и требований национальных. И получается, пароизоляционную пленку тоже нужно использовать? Это главная функция этого материала в воздухоизоляции. Да. В воздухо и пароизоляции, да. Когда, смотрите, получается, я видел в некоторых инструкциях, его берут, соединяют между собой и проклеивают. Официальным клеем. То есть, этого недостаточно для того, чтобы... Ну, это можно сделать с внешней стороны. А, или во время монтажа. Ну, вот монтажники что делать? Берут две плиты, промазали клеем, соединили его, да, то этого недостаточно для того, чтобы получить качественную воздухонепроницаемую оболочку. Мы считаем, что этого недостаточно, потому что это зависит очень сильно от квалификации рабочего, то есть, от человеческого фактора. И самое сложное место, это, конечно, не линейное соединение, паз в гребень, а угловые стыки. Насколько хорошо было угловые стыки, ну, когда идет плита к плите, и здесь еще одна плита, там они, как правило, Т-образные укладываются с перехлёстом. А, я понял. То есть, плита к плите, и когда мы сделаем следующий слой, у нас получается так Т-образные стыки. Да, поэтому золотое правило кровельщиков профессиональных – это сделать воздухопароизоляционный слой, который гарантированно можно проклеить легко, находясь с внешней стороны. То есть, поскольку работа будет выполняться снаружи, эта пленка должна еще обладать определенной стойкостью к ультрафиолету. То есть, получается, сплошная обрешетка нужна для того, чтобы кровельщики, которые будут монтировать этот утеплитель, чтобы они не порвали эту пароизоляцию и сохранили. Да, и это еще, конечно, часть внутренней отделки, это улучшает звукоизоляцию мансарды, улучшает безопасность работы. Это стандартная схема. И пленка, получается, это пароизоляционная? Пара и воздухоизоляционная. Пара и воздухоизоляционная. Но из ваших продуктов это какие? У нас два варианта. Мы предлагаем это Дельта Руф. Это изначально подкладочный ковер под битымную плитку, который был сделан для американского рынка. То есть, полностью синтетический. У него высокая СД, 80 метров, плюс армированный слой и внешние слои нетканого полипропилена, которые не скользкие. То есть, они механически очень прочные. Отлично работает. И второй, это традиционный немецкий фордекбанен. Это пленка подкладочная или разделительный слой под фальцевые кровли, под сланец натуральный. Это Дельта ПВГ, который так любят наши фальцовщики. Отличный материал. Прекрасно склеивается. Есть, соответственно, отличный материал. Цена у него не 2 тысяч рублей. Покажите мне хоть что-то в этом мире, что отличного качества, но бесплатно. Ну, небо, облака, солнце. Наверное, список можно закончить на этом. Конечно. Особенность материалов Дельта, как и других качественных производителей, это, безусловно, более высокая стоимость материалов в момент строительства. Но с учетом жизни здания, 30-50 лет, это материал становится намного дешевле, чем дешманский товар, который так привлекает... Ценой, да? Ценой, да, изначально. Понятно. Что касается... Я еще хотел дополнить, Павел, вопрос по сплошному настилу. Нужен он или не нужен. При новом строительстве, как правило, это делается. А вариант с реконструкцией зачастую не используется. Дополнительные сплошные настилы. Последние, наверное, 4-5 лет очень активно в Германии развивается такая технология ремонта, когда старая крыша с двойным вентозазором, иногда и без пароизоляции, с ограждением из вентостружечной плиты. Дома, которые построены были сразу после войны. С утеплением. Вы сейчас говорите про немецкий рынок. Да, про немецкий рынок. До нашего еще дадим. Люди, естественно, хотят реконструировать. Сменилось поколение и уже другие представления о комфорте и энергосбережении. Но заказчики не хотят грязи на стройплощадке, не хотят контейнера, не хотят вывоза мусора, потому что утеплитель, который будет вытаскивать минерали, он весь уже рассыпается, он попадет на дорожки, цветочки. В общем, хотят все это замуровать и оставить. Вот в этом случае разработана система. Ее используют разные производители, несколько производителей, не только Дёркин. Когда старая конструкция крыши остается, со старым утеплителем, воздушный зазор, он, естественно, перекрывается, зумровывается, чтобы не было никакого движения воздуха. То есть, получается, минеральная вата соединяется с первоутеплителем. Да. Проблемы с точкой рассыпи не будет, потому что она в утеплителе. Да, она остановится в утеплителе. В этом случае уже используются толстые плиты из полиуретана. А максимальная толщина там сколько вообще? 180. 180. Да. Ну, если учесть, что... А он, получается, если лямбду брать, он в два раза теплее, чем минерали, да, примерно? Какая у него лямбда? 0,22. То есть, это даже лучше, чем у воздуха. 0,22. 0,22, да. Получается, если мин ватт 0,038 в среднем, практически в два раза. И последние данные от европейских производителей, что некоторым удается еще более лучшее термическое сопротивление. Что касается сопротивления паропроницанию, то считается, что в среднем, что один сантиметр Пура, СД имеет один метр. То есть, это действительно паронепроницаемый слой без возможности инфильтрации воздуха. То есть, ну, очень эффективно... Инфильтрация – это выход воздуха... Инфильтрация и эксфильтрация. Инфильтрация – это попадание внешнего воздуха... Вовнутрь? ...через конструкцию. Вовнутрь. Вместе. То есть, при этом переносится либо холод, либо влага, либо, так сказать, повышенная влажность. А эксфильтрация – это выход, конвективный выход воздуха вместе с водяным паром. Или, можно сказать, водяного пара вместе с воздухом.